Если мы не будем проводить политику стимулирования рождения детей, если будет проводиться политика по отправке детей за рубеж несовершеннолетних граждан, их ведь никто не спрашивает, на что, куда их отправляют, затем никто не контролирует. 59 тысяч русских детей были отправлены в США. Более полумиллиона русских детей разлучены со своими родителями. Почему так получается? Неужели родители не любят своих детей? Или это превратилось в отрасль экономики, когда детей продают за деньги? Усыновление стоит 10-15 тысяч американских баксов. А что остается нам? Пустыня останется, куда будут заселять неизвестно кого. Русские дети, наши дети должны быть, должны жить здесь, должны воспитываться здесь. А государство и весь народ должны обеспечить условия для этого. Если этого не будет, не будет государства, не будет народа. Наши дети должны жить не в горячих точках. Сирот отправлять на Кавказ нельзя. И кто это предлагает? Сенатор, член Совета Федерации, отправить сирот в горячую точку. Военным, когда отправляют на Кавказ, им платят дополнительные деньги. Это считается тяжкими условиями. Почему детей-сирот этот сенатор Торшин предлагает отправить на Кавказ? Для того, чтобы они, как по его словам, восприняли умные горские обычаи. Какие горские обычаи хорошие можно воспринять, когда 5-го числа 7 уроженцев Чечни гонялись за сотрудниками ГИБДД. И в эти условия нам предлагают отправлять сирот с районов Дальнего Севера и Дальнего Востока. Таких сенаторов не нужно Российской Федерации в отставку Торшина. Дети, матери, женщины не должны служить в армии, никакой срочной службы. Женщины должны рожать детей. Это их главная функция. Если мужчины не могут служить в армии, то это вообще полный абзац. Необходимо обеспечить все условия для того, чтобы армия была сильной, а женщины могли выполнять свою основную функцию. Это быть матерью. В этом контексте непонятно, почему закрываются роддома. В семи районах Ярославской области одним розчерком пера закрыты роддома. А это ведь районные центры, это не деревня какая-то, это районные центры. И в семи районных центрах нарушено конституционное право женщины родить ребенка. Это безобразие тех, кто принимает такое решение. Это не просто административное наказание должно быть. Это уголовное должно быть преступление. Под суд и справедливое наказание таким преступникам. Здесь уже говорилось о различных решениях, которые навязываются в стране, как бы вбрасываются. Ситуация крайне сложная. И почему мы еще инициировали эту сегодняшнюю встречу. Четыре вопроса, которые обозначены в митинге, как основные, они составляют единое целое. Это целое есть попытка запретить, уничтожить и создать условия для нерождения русских. Несмотря на то, что нас и здравят, и плохо лечат, и плохо кормили, и все 90-е годы, то, что пережила страна, русские остались, русские живы, русские поднимаются, объединяются и идут вперед. Остановить можно только, если сделать так, чтобы они не рождались, чтобы не появлялась молодежь, чтобы не появлялись новые силы. Ну что ж, оно ей сделано. Здесь уже говорилось о том, что по всей России закрываются родильные дома. Закрываются родильные дома не только, вот было сказано, в Маленске, в Ярославской области, и на севере закрываются. Бедные роженицы вынуждены ехать за тысячи километров, лететь на самолете, чтобы родить. Проблема сложнейшая. Оказывается, это называется оптимизацией. Оказывается, роды и родильные дома должны быть рентабельными, а они нерентабельно не приносят какие-то прибыли. Это серьезнейшая проблема, которой надо заниматься, и кажется, ну что там родильный дом, ну что там дети, ну что там женщины. Нет, это будущее, это то, что должно вырасти, подняться и подхватить наши дела, и продолжить их. А может быть сделать за нас то, что не успеем сделать мы. Та же самая тема с передачей наших детей на Кавказ. Ну что ж, матерей уже не рожают, нет родильных домов, не будет. Детей-сирот на Кавказ там с ними разберутся. Весь интернет заполнен роликами. Как режут русских, живых русских режут на глазах у детей. Это называется кавказской древней культурой, которой хотят научить наших детей. То есть сделать янычахми, детьми, которые будут ненавидеть свой собственный родной русский народ, и когда вырастут, будут нас уничтожать. Или рабство, или на органы. Сенатора Торшина уже об этом говорили. В отставку, и еще, чтобы он ответил по полной программе за эту инициативу. Чтобы женщины не мучились там, рожать нельзя. В армию, пожалуйста. Мужчин в Чеченской войне перемололи молодых парней, которые не успели создать семью, не успели родить детей, не успели оставить себе замену. Значит, теперь женщин в армию. Не осталось. Вот момента, не осталось прохода, не осталось ниши, где можно, казалось бы, прорваться и сказать, нет, русские были, русские есть и будут. Вот здесь мы и собрались для этого. Чтобы заявить, не позволим уничтожить нас. И мы поднимемся, и будет великая, большая, сильная, красивая, мощная Россия. Здравствуйте, друзья. Вчера я получил от своего знакомого демографа статью, которую тут же опубликовал на нашем партийном сайте, на сайте партии Великой России. Это Вениамин Башлачев, достаточно известный исследователь. Он отреагировал на сообщения статистических органов, которые объявили, что население России понесло демографические потери в течение 20 лет 8,8 миллиона человек. То есть это чистая убыль, разница между рождениями и смертями. То есть родилось на 8,8 миллионов человек меньше, чем умерло. Эти данные опровергаются научными, строго научными исследованиями. Потому что демографические потери, это не вот та самая разница. Это разница между тем, той численностью рождений, которая воспроизводит нацию, и численностью естественного выбывания людей, естественной смерти. Не противоестественной, а естественной. И вот когда все эти цифры складываются вместе, то получается, что только русский народ потерял за эти 20 лет 21-22 миллиона человек. Это самая настоящая война против русских. При этом остальные народы, некоторые тоже утратили численность, некоторые думают, что только русские теряют. Нет. Горенные народы практически все теряют, за исключением кавказских. А вот эти народы, которые так нравятся фенатуру Торшину, они увеличились в численности на 8 миллионов человек. И слабо, да. Мы потеряли больше 20 миллионов человек. Они увеличились. То есть идет замещение. И почему так нравятся кавказские народы от нашему Совету Федерации, Государственной Думе, президенту, премьеру. Они просто у них души не чают. Потому что нас они используют, как рабов. Раз мы вымираем, так туда нам и дорога. Они всю Россию заселят тогда кавказскими народами. И перед ними тогда они спляшут чечетку. А кто такой сенатор Торшин? Это вообще провинциальный человек из Мари, который имеет образование всего лишь в заочный юридический институт. Потом он там еще что-то, когда ему должности дали, он еще там что-то закончил. Вот его исходное образование. Заочный юридический институт советского периода. Я знаю, что это такое. Это ноль обучения. Ноль. Примерно такой же ноль, как у президента Российской Федерации. Ноль отсутствия образования вообще. Отсутствие знания страны вообще. И чем прославился господин Торшин? Он был первым зампредом Совета Федерации. Вы знаете, какая его главная заслуга? Он возглавлял комиссию по Беслану. Наврав там все, скрыв результаты парламентского расследования, скрыв преступления, которые там было совершено спецслужбами, которые взорвали спортзал. Не бандиты взорвали. Бандитов этих повесить мало. Но те, кто там совершил преступление, они скрыты были вот этим Торшином. И тоже это какая-то особенность, особая любовь к Кавказу. Вот именно там это все происходит. И сейчас вот это высказывание, да, еще одно высказывание, не так давно было у господина Торшина. Он сказал, идет дерусификация России и чеченизация всей страны, не только Кавказа. И это, сказал, я цитирую, и это надо приветствовать. Вы представляете себе? Чеченизацию страны надо приветствовать. Вот что сказал господин Торшин. И, наконец, вот он добрался до самой главной мысли, до наших детей. Теперь детей с севера и с дальнего востока надо отправлять в кавказские семьи. Как будто там детей мало. Для чего это все делается? Это, ведь вот масштаб, оцените. У нас идет число усыновлений сирот ежегодно. Примерно 11, 12, 10, 12 тысяч человек. Из них до недавнего времени иностранное усыновление, это половина, чуть больше половины, там, скажем, 6-7 тысяч человек. По масштабам страны это немного. Если там расценивать, сколько усыновляли, скажем, в 2012 году американцы, это около тысячи, ну, вроде бы пустячок. Но это оскорбление нашего народа. Это оскорбление нашей страны. И господин Торшин, и вся эта вот шайка, которая разыгрывает теперь детскую тему, она же с ней связалась только по одной причине. Потому что им на хвост наступили. Потому что вот этот акт Магнитского затронул их интересы. И они решили. Я еще в 2004 году начал заниматься вот этой вот этой работорговлей, проблемами, которые возникают в связи с этим, когда я обнаружил просто, что вся страна покрыта сетью вот этими торговыми предприятиями, которые выкупают для иностранцев, детей подбирают и вывозят за рубеж. И вот теперь эти люди, которые с тех времен, я не знаю, чем они занимались, хлопали ушами, и вдруг они стали защитниками наших детей. Ну, при тех демографических потерях, о которых я сказал, можно определить, что это лжецы самые распоследние. И то, что они недостойны представлять народ, это всем очевидно. И наша задача состоит в том, чтобы в России была русская власть, которая прежде всего заботилась бы о воспроизводстве русской нации. И тогда Россия будет существовать. А вот эти кавказолюбы, которые не знают, в какой стране они живут, и ненавидят нас, русских, должны быть вычищены из власти. И для этого мы, политические партии патриотического спектра, русские националисты, для этого мы и существуем. Мы должны добиваться победы, потому что без нее будущего у нас нет. Слава России! Слава России! Самое любопытное, что, разговаривая с некоторыми политиками, я слышала, ты что в самом деле, ну подумаешь, ну доль какую-то сказал, ну подумаешь, ну это ерунда. Человек такого уровня, представитель власти, не может себе позволить так базарить. Именно я специально использую базарить. За базар, за свой базар он должен ответить. Этот человек должен быть, ну, истинно надовсюду. Но, поскольку, наверное, Совет Федерации никак на это не реагирует, мы, наверное, должны принять правильное решение, вести себя правильно, иначе этот позор падет на них всех. В связях вчера вечером по телефону звонили из поселка Данилова Ярославской области. Это районный центр, в котором, вот опять возвращаемся к этой же теме, уже не осталось ни одной родильной койки. Вот в этом райцентре принимали по 150 детей с операциями, с патологиями, очень тяжелый случай. И более того, этот поселок находится возле станции. И, значит, с поездов проходящих снимали рожениц. Они лечили как могли, лечили долго, и все было в порядке и нормально. Теперь не осталось ничего, ни медикаментов, ни мест, ни коек, где могли бы принимать рожениц. Врач с 30-летним стажем Надежда Вениамидовна Шушкова рассказала, что официальные органы, представители Ярославской власти в рот, когда отчитываются и шлют наверх сообщение, что у них все хорошо, много машин, оборудования, еще что-то. Ничего этого нет. И порой женщин, которые, ну, уже должны ожать их на тракторах, вывозят через лес по 40 километров, по снегу, по корягам, по изрытым дорогам. То есть ждать дорогу с нормальных детей не приходится. А чиновники всем довольны и рассчитывают, рентабельно это или нет. Так вот, эта женщина, этот врач, просто плакала и говорила, скажите всем, кто будет на митинге, большое спасибо, что вы о нас заботитесь, что вы хотя бы о нас помните, вы нас поддерживаете. Она вот просто плакала, говорила, мы одни здесь. И только вот надежда, что общественность нас поддержит, и мы сумеем отменить этот закон. Приветствую вас, дорогие соратники, приветствую всех людей, которые нашли время прийти и выразить свой протест. Он предлагает наших детей сироп вывозить на Кавказ. А мне хотелось бы ему задать вопрос. А может, те деньги, которые ты собрал вместе со своей шайкой, не потрапит ли на такой вопрос и изучить, а где родители этих детей? Что с ними случилось? Неужели такие материалы русские, что оставили своих детей одинокими? Где ихние отцы? Не слышу я ответа, а я скажу. Экономические нарушения, коррупция. В одни руки согнали каллигархи, наши средства. Обратиться следует каллигархи и сказать, ребята, вы не сожрались ли, а? Может, вы поделитесь теми деньгами, на которые будут на российской территории выстроены детские едова, достойные цивилизованного общества? Их нелиберальный дух еще раз показывает, ничего духовного у этих людей нет и не может быть. Пользуясь случаем, я также обращусь к духовным отцам православной церкви. Вы нас ведете. Почему вы молчите? Почему вы не выходите и не говорите за те судьбы ангельские, которые хотят направить якобы на Северный Кавказ? Там что? Центр Земли и всей культуры – это пощечина нашей русской нации. Со своих детей мы пойдем до конца, чтобы нас не ждало. Он называет цифры. 300 тысяч до миллиона тратится на одного ребенка в год. Дорогой Торшин, в кавычках. А куда ты дел ту дельту, которую ты умалчиваешь? 300 и миллион. Мне предоставилось в том году съездить в один из детских домов. Так уж судьбоносно вышло, что вот сейчас этот митинг, и я ездил, да? Я вам скажу, господа, я приехал в этот детский дом, там разорение полнейшее. Поговорил с директором, с женщиной, с Еленой. Она сказала, что Собянин якобы выделяет средства, обещает. Нет там ничего. Там стоит один компьютер, и все просло травой. Я не хочу хвалить здесь коммунистический строй. Я жил при этом строе. У них была борьба, железный занавес. Да, одна кучка, которая не могла видеть нашу империю, да, могучую, которая имела технологии, открытие, оружие, да? Они сражались между собой. Так вот, коммунисты даже секреты не позволяли. Они не теряли, может, и не от доброго сердца, но детские дома были. И оттуда выходили достойные дети, которые служили в армии, были офицерами, защищали просторы нашей империи. Они делают все, чтобы развалить наше государство, чтобы мы были предатком экономических забросов Запада. И те предатели, которые сейчас сидят в Кремле, федерации, депутаты, они не хотят брать на себя ответственность на одного человека. Они берут ответственность на себя, потом ненадёшь краёв. Я хочу обратиться ко всем москвичам и ко всем русским. Мужикам не позволим опозориться в глазах своих женщин. Выйдем на улицы с общим духовным протестом за наших детей. И спасём нашу Россию. Слава России! Слава России! Здравствуйте собравшись, здравствуйте соратники, единомышленники, все, кто сюда пришёл, все, кто неравнодушен к судьбе России и к данной проблеме. Вообще, я вот хотел бы спросить, из-за чего мы здесь вообще собрались, из-за чего мы здесь выступаем и так далее. А причина одна. Вымирание нации. Нас убивают. Политиками Кремля сейчас проводится политика геноцида. За 2012 год более 2 миллионов людей, русских людей, вымирало. Когда, скажем так, рождаемость не привозила даже 1,5 миллиона. Политика геноцида, она явная, и она налицо. Наша русская нация, она вымирает. Вымирает конкретно. А русские скоро придут к тому, что будущего у России, и у русской нации уже не будет. Не будет ни будущего у наших детей. Так, собственно говоря, о чём мы можем говорить, когда политика идёт планомерная, и она не утихает. У нас будущего нету с такой властью. У нас нет будущего с таким Кремлём и с той властью, которая сейчас сидит в нём. Я хочу сказать, что вот в чём заключается вообще политика власти. В том, что мы сейчас видим. В алкоголизме, в повальной наркомании. В том, что мы видим, что русские страдают от нет на преступности. В том, что нелегальная иммиграция увеличивается всё больше и больше. И мы защищаем их, а русских сажают. И русские мрут. Она скоро не станет здесь, в этой стране. У нас... Что отвечал нам Путин? Борьба за беспризорность его. Поощрение молодого материнства, поощрение молодых семей, многодетых семей. Что мы видим в итоге? Мы видим то, что ничего не сделано. Мы видим то, что он предаёт нашу страну и предаёт собственного народа. Нам нужна такая власть? Нам такая власть не нужна. Нам не нужен не Путин. Нам не нужен не такой Гремль. Нам не нужно это ничего. У нас закрываются родильные дома сейчас. Существуют явные угрозы закрытия и малого количества родильных учреждений. Где мы будем рожать детей? За счёт какой политики мы будем увеличивать наше население? За счёт какой политики мы будем создавать многодетные семьи? Нашего будущего с такой властью нету. Нету будущего у нас и нету будущего у наших детей. И мы должны бороться против этой власти, и мы должны бороться против Кремля. Потому что это факт. И об этом должны все знать. У нас более 6 миллионов детей находятся в жутких социальных условиях. У нас более 2 миллиона сиротов. У нас около 800 тысяч сирот, за которыми даже не смотрят. И ещё это тот факт, что у нас этнопреступность. Нас убивают. Нас убивают политикой властей официальной, которую они проводят. Нас убивают этнопреступники. И об этом все молчат. А мы выходим и говорим. И будущее за нами. За нами, за русскими националистами, за русским народом. Потому что мы выходим, несмотря ни на что. Ни насмотря ни на запреты. Ни насмотря на преследование. Ни смотря на мороз, который сейчас есть. Нас ничто не остановит. Будущее принадлежит нам. Слава России! Слава России! Дорогие соратники наших русских детей пытаются продать на Кавказ. Продать как заложников. Торговля, работорговля. Это выгодная и очень доходная статья теневого криминального бизнеса. Что делали в Чечне с русскими людьми и с русскими детьми чеченские бандиты? В Чечне геноцид русских получил свое логическое завершение. Я три созыва был аккредитован в Госдуме Российской Федерации от казачьей газеты. К нам приезжали люди с ужасающими по своей достоверности документами. Это изнасилованные чеченскими бандитами русские старухи, русские старики, русские дети. Была технология убийства русских детей чеченскими бандитами. Чеченский бандит, палач, подходил к русскому ребенку, брал его за головку и сворачивал ему шейные позвонки. Когда трупики русских детей привозили в больницы, то врачи писали «Бытовая травма! Бытовая травма!» Таким образом были убиты 800 русских детей. Это только вот те трупики, которые были подсчитаны. На самом деле значительно больше детей было. Русских, именно русских убито. Цифры, которые назывались 35 тысяч русских плюс 5 тысяч русскоязычных, так называемых. Это ни чечен, ни русских. 40 тысяч человек было убито. В Течне 300 тысяч оттуда бежали. Работорговля, дорогие друзья, это рабы, это дешевая сила. Сейчас продолжают многие русские люди, которые похищены, превращены в рабов, работать на кирпичных заводах Северного Кавказа. За бегство их просто убивают. Убивают, ловят и убивают. Работают тысячи русских рабов на этих самых кирпичных заводах. Что такое работорговля детская? Это детская порнография. Это педофилия. Вот для чего продают русских детей за границу. Вот для чего и хотят продать в Чечню. Это, конечно же, как уже говорилось, высокодоходный криминальный бизнес. Это и так называемое донорство, когда дети являются донорами органов биологических и тканей. Нам никак нельзя допустить, чтобы русские дети были проданы в Чечню, становились там заложниками. Они, конечно, будут там или истреблены, или вот употреблены вот на эти недостойные порнографические цели. Да, русских детей нужно только в русские семьи направлять здесь, по месту жительства. Иначе они будут, конечно же, терять свою национальную идентичность. И, как правильно было сказано, из них сделают бандитов, хиночар, которые будут вот уничтожать русских. В недавнем интервью состоялась такая беседа между Гейдаром Джевалем и такой Каримов. Это Каримов, пресс-секретарь Рамзана Катырова, который за то выступал, чтобы исламизировать всю Россию. Он всю Россию назвал будущим мусульманским активом. Итак, дорогие друзья, мы должны требовать от Госдумы, от всех органов власти полноценного обеспечения многодетных русских семей и матерей-одиночек. Уход за детьми должен считаться трудовым стажем для женщины. И очень должно быть полноценное материальное обеспечение, социальное обеспечение, обеспечение многодетных детей с жильем. Дома не закрываться родильные должны, а наоборот еще больше и большее число домов должно увеличиваться. Итак, дорогие соратники, русских детей, русские семьи, Россия, русскую власть и, конечно же, слава России! Слава России! Это я работала в детском доме специальном, куда привозили, выступали дети неполноценные. Их так и называли, обственно отсталые. Такого названия нет ни в каких странах, только у нас. Для того, чтобы этот термин потом разошелся по общей культуре, и люди друг к другу присматривались с этой точки зрения. И кое-кто имел бы право морально и называть других ум с надсталыми. Нет. Воспитатель должен идти к любому ребенку с позитивным отношением, что я и делала. Потом я их вывела из интерната и приучила жить возле себя. Я поддерживала с ними связь. Нужно развивать общественное бесплатное попечительство. Но для этого нужна высокая нравственность. И если бы наши газеты, вернее не наши, еврейские газеты, к сожалению, не согласятся распространять призывы насчет повышения уровня нравственности, они ведут нас в совсем другую сторону. Но если бы у них была такая возможность, или бы они хотели сами, среди русских нашлось бы очень много женщин порядочных, добросердечных, педагогически подкованных, у кого нет своих детей по каким-то причинам. И тогда эти бы дети тоже были спасены. Достаточно проявить к ним уважительное отношение, и они сразу быстро понимают такого воспитателя и стараются вести себя так хорошо, как от этого хочет воспитатель. Воспитатель, общественный попечитель, он помогает устроиться на работу. Он учит их экономить деньги. Он учит их покупать здоровую еду. Не тратить бесполезные, не покупать бесполезные вещи. Он общается с ребенком. Кроме того, вторая причина, почему у нас так тяжело с этими ребятами, потому что наша власть заинтересована спаивать людей. И вот спившиеся родители рождают именно таких детей. Дальше они попадают в дом ребенка. Они видят целыми днями белый потолок. Это не дает им никакой информации. Они отстают в развитии от домашних детей, потому что не поступает память, информация, они не развиваются. А дальше они по конвейеру попадают в специальные школы-интернаты, где их и ждут воспитатели, думающие о них как об умственных отсталых, вместо того, чтобы относиться к ним еще с большей любовью, чем относиться даже к своим детям, чтобы скомпенсировать те недостатки, с которыми пришли к ним эти дети. Прям, как вы видите, много, они действительно разноплановые. И одним махом не решить. И, наверное, каждой партии, каждое движение должны найти для себя нишу. Совсем не обязательно, может быть, всем идти вперед. Для этого действительно нужно мужество и уверенность, чтобы быть первыми, чтобы разрушать эту систему зла. Но следом должны идти люди, которые готовы подставить плечо и бедным, и детям, и сиротам, и пожилым людям, и опекать и заботиться о них. Потому что дети, выходящие из детского дома, сейчас очень часто остаются без жилья. Их жилье просто-напросто воруют. И кто-то должен взять, и это под контроль. Серьезно заниматься этим вопросом. Дети должны получать дома, должны получать квартиры. Им должно быть где жить, для того, чтобы они стали полноценными, нормальными, честными людьми. Значит, мы, медицинские работники города Москвы, выражаем протест в связи с закрытием и сокращением коечного фонда ряда больниц, стационаров, роддомов, санаторий. В частности, закрыли 12-ю детскую больницу, астромологические детские санатории. В связи с чем идет сокращение квалифицированных медицинских кадров, увеличение нагрузки на оставшихся специалистов, что влечет за собой ухудшение качества обслуживания. Также мы против выселения медработников и незаконного перевода в служебный фонд, в частности, по Симферопольскому бульвару, дом 19. Несмотря на распоряжение мэра Сергониной и выступление Собянина, в данный момент департаментом жилищной политики и ЖФ города Москвы, а также, в частности, Южного нашего округа, наше заявление о социальном найме игнорируется. Нам четко говорят, что мы ничего не знаем, никаких распоряжений не было. Получается, помимо того, что закрываются больницы, уменьшается количество рабочих мест, медработники оказываются ненужными и выброшены на улицу. Мы постараемся сделать так, чтобы и вот это заявление медиков было услышано и донесено до власти. Это проблемы, обозначенные угроза в исполнении, в возрождении России, в исполнении нашего народонаселения. То есть прямая угроза появлению новых, сильных, молодых русских, которые будут любить свою страну и защищать ее. И угроза эта идет по всем направлениям, но мы ее видим, мы ее знаем, мы сильные, мы упрямые, мы упорные, и мы не позволим разрушить нашу Россию. Нет ничего дороже наших детей. В детях наше счастье. И нельзя это счастье продавать за деньги. Никогда и никому. Слава России! Смерть врагам за национально-социальную справедливость! Слава России! Слава России!